Привет всем! Сегодня я хочу поговорить об одном, ну, довольно важном, на мой взгляд, моменте. В последнее время я довольно часто сталкиваюсь со странным мнением, в основном со стороны не буддистов, кстати, вот, страны буддистов пока не слышала такого, о том, что, ну, а зачем вы вообще занимаетесь какими-то академическими исследованиями? И буддизм это же про озарение, про медитацию, сел в медитацию и все. Чего тебе там еще куда-то лезть, что-то там читать о первых буддистах в Индии? Я нахожу это мнение очень странным, и мне печально, когда я вижу, как в основном некоторые начинающие буддисты от этого как-то так сникают, вот им это сказали, они такие, ну, мы тут, ну, нам интересно. Я считаю, что все очень просто. Если ты буддистский практик, то ты не можешь в какой-то степени не полагаться на академическую работу. Если ты действительно занимаешься исключительно медитациями, все свои практики получаешь непосредственно от учителя и даже не заглядываешь в какие-нибудь сутры, то это означает только то, что кто-то всю основную работу уже проделал за тебя. Давайте объясню, почему я так считаю. Начнем, наверное, с самого Будды, о котором мы мало знаем, как исторической личности, но мы знаем точно, что это был очень образованный человек. И совсем недавно мы говорили с одним моим знакомым, я задал вопрос про то, что как так получилось, что Будду так быстро просветлился. И я ответила, что да, если смотреть только тот момент, тот кратенький момент, как он сел под дерево и как он встал из-под дерева, то да, это быстро. Но до этого вообще-то был очень долгий путь, были практики с разными учителями, да и, в общем-то, начался этот путь не с нулевого момента. Это был очень, как я уже сказала, образованный молодой человек явно. Это еще, если мы рассматриваем только одно перерождение. А если почитать сутры, то получается, что Будда на протяжении многих перерождений практиковался. Так что нет, это произошло не быстро. Но в любом случае, даже если мы предположим, что в случае Будды это было быстро, то как у нас дальше все шло? Чем дальше буддизм распространялся, тем больше труда ложилась на плечи тех, кто его распространял. Сутры надо было переводить. Их надо было переводить правильно. Их надо было адаптировать. Их надо было трактовать и проповедовать. Так, чтобы все понимали, о чем идет речь. Все практики надо было, опять же, адаптировать для тех мест, куда они приходят. Потому что и климат другой, и культура другая. И чем дальше в лес, тем больше появлялось вещей, которых изначально в сутрах не было. И со всем этим надо было как-то работать. И для того, чтобы все это обеспечивать, чтобы буддизм шел дальше, людям приходилось изучать все больше и больше вещей, причем даже не связанных, на первый взгляд, с буддизмом. Поэтому, когда мы читаем тех самых проповедников буддизма, которые принесли буддизм в Китай, в Тибет, в Японию, остается только поражаться, насколько это были всесторонне развитые люди. Вот мы читаем произведение Сюансана, написанное, когда там, в шестисотых годах, то есть уже сколько больше, намного больше тысячи лет прошло, да? И по-прежнему поражает, насколько это человек с широким кругозором, настолько это невероятнейший интеллектуал. По-другому было невозможно. Люди, которые принесли нам буддизм, должны были знать очень много языков, знать историю, знать философию. В общем, все, что на тот момент вообще было доступно человечеству, просто для того, чтобы перенести с утры в свою страну. А как у нас сейчас дело обстоит? Ну как? Какое-то время назад мы сидели с еще несколькими исследователями буддизма, и зашел разговор про принятие пострига одного нашего товарища. И, увы, я не помню, кто сказал эту замечательную мысль, но мне она очень понравилась. О том, что только следи за изменениями имен. Вот был исследователь, и тут смотришь, а у него буддистское имя появляется где-нибудь в начале. Или вот был обычный монах, ты его читал, он писал что-то о буддизме, а потом смотришь, он уже профессором стал. Почему так происходит? Да потому что по большей части ничего не изменилось. Но по-прежнему нам нужно переводить с утры, их нужно переводить правильно, их нужно адаптировать, их нужно проповедовать. И все это для того, чтобы это вообще хоть как-то происходилось, приходится очень сильно закапываться в академические дисциплины. Хочешь ты того или нет. И, конечно же, всегда будут люди, которые этим занимаются. Как в монастыре не может быть людей, которые только сидят и медитируют. Всегда есть люди, которые готовят еду, люди, которые стирают белье, люди, которые подметают пол. Так и в буддистской общине, в любом сообществе буддистов всегда будут люди, которые занимаются в том числе академической деятельностью. Если их не будет, то, увы, буддизм рано или поздно захереет. Это факт. И да, если даже у нас есть человек, который просто открыл книжку великого учителя Дагена, прочитал в ней, что совсем не обязательно читать китайские стихи, даже изучать с утра и просто сядь, медитируй, и все, не просветляйся. И человек сел и реально посидел, просветнился. То это чудо стало возможным благодаря тому, что великий учитель Даген все-таки изучал китайский язык посредством китайских стихов, изучал сутры, съездил в Китай, пообщался с китайскими мастерами, отшлифовал свой метод, нашел время и силы, чтобы облечь все это в слова и передать нам. Потом кто-то, воспитанный в том числе в академической традиции, которому в университете рассказывали о буддизме, все это переведет, переведет правильно, переведет так, что современный человек это сможет спокойно прочитать и понять. И вот благодаря деятельности всех этих людей у нас есть книжки Дагена. Мы не знаем, достигли ли все эти толпы переводчиков, редакторов, академиков и учителей китайских стихов просветления. Вполне возможно, что не достигли. Но все люди, которые достигли просветления с помощью книжки Дагена, достигли его в том числе благодаря их работе. Так что их заслуги, как на них ни посмотри, несоизмеримо. Это мое мнение-мне. Спасибо всем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»